Один из великих миссионеров прошлого, Хадсон Тейлор, который более 50 лет служил на миссии, в 1904 году был в Англии. И на одном богослужении он проповедовал. И во время проповеди он замер. И люди не понимали, что случилось. Какое-то время он стоял, и потом он начал проповедовать дальше. Через какое-то время он снова замер и стоял. И потом он обратился ко всем и сказал, Бог показал мне два видения. И первое, то что я видел, я видел великую войну, охватившую весь мир. Я видел, как эта война закончилась, а потом возобновилась опять. Но в действительности это было две войны. После этого я видел мятежи, восстания, которые затронуло многие народы, а также духовное пробуждение в некоторых местах. Второе видение, которое он увидел, он говорит, я увидел, как в России произошло всеобъемлющее национальное духовное пробуждение, которое охватило всю страну. Это не было в одном месте, но это охватило весь народ, всю страну. Потоки Духа Святого настолько в великой силе изливались на Россию. Такого пробуждения не было никогда в этой стране. И я увидел, как эти потоки Духа Святого через Россию, на Китай, на Европу, на весь мир, и пришло величайшее пробуждение, «Поздний дождь». И он говорит, и потом я увидел Христа, который возвращается за своей церковью. Это было в 1904 году. Я верю пророкам, я верю в Бога Живого, и я знаю то, что великое пробуждение ожидает нашу страну. Знаете, мне было 21 год, я подошел к епископу, и я говорю, я хочу служить Богу. Он говорит, ты поедешь в Ярославль. Я понятия не имел, где такой город. Я знал, что в Москве есть Ярославский вокзал. И если есть Ярославский вокзал, значит, наверное, оттуда можно уехать. Я приехал в Ярославль, мне было 21 год и 5 дней. Со мной приехал мой друг, который старше меня на 8 часов, который через месяц уехал в другой город, чтобы открывать церковь. Почему? Потому что я хочу быть сосудом в руках Божьих. Кто, если не я? Кто, если не я? И это тема моей проповеди. Кто, если не я? Кто, если не я? И читая Слово Божье, дорогие, мы видим, как в жизни человека Божьего, Соломона, было великое действие, да? Великое чудо, великая слава Божья. Бог удостоил его чести построить дом. Дом Божий. И Бог настолько благословил этого человека и мудростью. И был настолько великий праздник. Праздництво просто грандиозное. Великая слава Божья. Библия говорит, священники не могли стоять в Божьем присутствии. Настолько великая слава Божья была. И ниц падали перед Богом. И когда закончились эти праздники, когда все успокоилось, кажется, живи и радуйся. Библия говорит, Бог пришел Соломону. Бог пришел Соломону. И мне хочется открыть местописание, которое записано во второй книге про Альбоминон, седьмой главе, с двенадцатого стиха. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место, это в жертвоприношение. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Божий ответ для Соломона. Да, Бог явился и сказал это слово. Если, если великие трагедии, если моровая язва, мы понимаем почему, откуда это происходит. Если мы возьмем книгу Второзакония, двадцать восьмую главу, где написано, «Если ты будешь, если не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, придет то, придет то, придет то». Но даже если это придет, Бог говорит, «Если смирится народ мой». Семь вещей, которые Бог сказал Соломону. Вы знаете, это сам Бог сказал, это из его уст, и я думаю, сегодня, как никогда, это настолько актуально для нас. Мы хотим сильного движения Божьего. Мы хотим, чтобы потоки Божьи наполнили нашу страну. Мы хотим спасения нашей стране. Мы хотим видеть миллионы спасенных. Но есть нечто, что Бог говорит, «Сделай». И вот эти семь вещей, о которых Бог говорит, семь вещей, четыре, то, что мы должны делать. И когда мы сделаем эти четыре, Бог говорит, эти три я сделаю. Но сразу сделай четыре. То, что Бог говорит. И первое, то, что здесь мы видим, Бог говорит, «Смирится народ мой». Смирится народ, который именуется именем Моим. Первое, что ждет Бог от своего народа, это смирение. Это смирение, то, что Бог ждет от своего народа. Знаете, в момент грехопадения, там, в Едемском саду, человек заразился бунтом. Он просто попал в эту тюрьму эгоизма. И невозможно вырваться с этой тюрьмы. Единственное, как мы можем вырваться оттуда, покаяние, рождение свыше, крест. И когда мы приходим ко Христу, Бог дает нам новое сердце. Но Бог также говорит нам, смири этого бунтаря. Смири эту мятежную душу, смири. Мы читаем в книге Иакова, 4 главе, 10 стихе, где написано, смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас. Почему так ценно в Божьих глазах смирение? Мы знаем, что гордость, это первый грех. И читая книгу Псалмов, мы видим, где написано, что гордого Бог видит издалека. Гордый человек не может подойти ближе к Богу. Он не может измениться, потому что он гордый. Вы знаете, гордость – это единственный грех, за который дьявол никогда тебя не будет осуждать. Гордость – это тот страшный грех, который ты не видишь. Ты даже не видишь, что она есть. Поэтому, насколько важно в нашей жизни, Бог говорит, чтобы мы смирились. Бог ожидает нашего смирения. Знаете, смирение, когда мы говорим Господу, «Да будет воля Твоя, Господь!» смирение – это полная зависимость от Господа. Вы знаете, величайший пример, который Бог показал, Он прошел впереди – это Христос. Читая книгу филиппийцам, во второй главе, мы читаем такие стихи, где Он говорит, «Он смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. И Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподней. Он пример, Он смирился. Если Он Сын Божий, и Он смирился, то Я такой, чтобы не смиряться? И в Евангелии от Матфея, в 11 главе, Христос говорит, «Придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Как это ценно, дорогие, иметь смирение перед Богом? Несколько вещей, которые помогут нам смириться. Первое, то, что мы читаем в книге Ездры, где Ездра говорит, «Постом моим я смирялся перед Господом, смирялся перед Богом». Второе, то, что Библия говорит нам, «Чтобы мы исповедовались друг перед другом». Вы знаете, если я исповедовался перед человеком, я не буду гордиться. И третье, то, что Библия говорит, то, что помогает нам, чтобы смириться, «повинуйтесь друг другу». «Повинуйтесь друг другу», да, мы читаем, «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». И Бог ожидает от нас смирения. Это первая вещь, которую мы видим. Бог говорит, «Если смириться, народ мой, который именуется именем моим». И второе, будут молиться. Почему молитва не на первом месте, а на первом месте смирения? Знаете, потому что, если нет смирения, наша молитва эгоистична. Эгоистична. И мы можем слышать, может быть, и мы когда-то так молились, «Господи, благослови меня, мою жену, моих детей, мою собаку. Соседскую не благословляй». Эгоистичная молитва. Но вы знаете, когда мы смиряемся перед Богом, и мы начинаем искать того, что угодно Богу, мы начинаем искать Его воли. И молитва – это не способ заставить Бога делать то, что я хочу. Я еще раз хочу повторить. Молитва – это не способ заставить Бога делать то, что я хочу. Но молитва – это способ стать, быть инструментом в руках Божьих, чтобы Бог делал через меня то, что Он хочет. Молитва – это способ стать инструментом в руках Божьих, чтобы Бог через меня делал то, что Он хочет. Я уже был служителем, пастором не один год. И мой второй сын, он учился в университете, и однажды Он помогал нам в служении, и однажды Он оставил университет, Он оставил родительский дом, уехал в Москву. И вы знаете, для меня это просто был очень сильный удар. Мне было настолько непонятно, Господи, почему? Я служу Тебе, я посвятил свою жизнь Тебе. Я пастор церкви. И вдруг мой сын, которому не пять лет, уходит из дома, уходит из церкви, уходит от Бога. И один Бог знает, что творилось. Как? Почему? И вы знаете, это было время смирения, время борьбы. Наверное, один Бог знает, сколько было пролито слез, сколько было постов. Боже, почему? Верни Его, чтобы Он служил Тебе. Верни Его. И если кто-то приезжал к нам, я помню, как Эдуард Анатольевич приехал, и я говорю, помолитесь. Вы знаете, мы иногда любим вот нашими достижениями, но здесь это боль нашего сердца. остальные дети служат Богу. Но один сын ушел. И было так много молитв. Но вы знаете, Бог, живой Бог. Аминь. Бог, живой Господь. Вы знаете, прошло шесть лет, я крестил Его в воде. И Он служит Богу и прославляет Господа. Бог наш есть живой Господь. И я понял, дорогие, да, в книге пророка Исаии, в 30 главе, есть одно очень интересное место, Писание. Книга пророка Исаии, 50 глава. Простите, 30 глава, с 18 по 19 стих. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас. И потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе и в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по глазу вопля твоего. И как только услышит его, ответит тебе. Интересное место Писания. Библия говорит, Бог медлит, чтобы помиловать. Бог медлит. Но почему медлит? Ведь Он Бог богатый милостью, ведь Он Бог богатый благословением. Почему медлит? Библия говорит, потому что ждет. Чего ждет? Молитвы смирения. Твоих слез перед Богом. Они так ценны для Него. Они так дороги в Его глазах. И мы видим, хороший пример для нас это Христос. Послание евреям. Пятая глава. Седьмой стих. Послание евреям. Пятая глава. Седьмой стих. Библия говорит нам о Христе, о Его молитвах. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами. Дорогие, Иисус показал нам пример. Иисус показал нам пример. И Библия говорит, был услышан. Если Он, Сын Божий, плакал за меня и за тебя со слезами и воплем, то кто я такой, чтобы не плакать за этот народ, чтобы не плакать за эту землю, за это окружение? Кто я? Бог ждет таких молитв со слезами, с сильным воплем. Бог ждет. Кто, если не я? Кто, если не я? И придет ответ от Бога. Знаете, это такое чудесное время. Это Бог дал нам просто назвать этот год ходатайственной молитвы. Потому что Бог ждет наших молитв еще больше, чтобы мы усилили наши молитвы, чтобы благодать Божья, чтобы милость Божья пришла на нашу землю, на наш народ. Бог ждет. Итак, первое, смириться народ мой. Второе, будут молиться. Третье, взыщут лица моего. Взыщут лица моего. Почему лица? Почему вот в этом месте написаны не руки? Ведь, вы знаете, так приятно, когда тебя возьмут на руки, когда тебя вот так прижмут, погладят. Ну, рука, рука еще подарок подарит, правда? Да, еще ремень может взять. Но Библия говорит, ищите лица моего. Я уже служил в Ярославле, мой друг уехал. Я понял, что мне надо жениться. Я вернулся в ту церковь, откуда я уехал, почти за полторы тысячи километров. Я приехал в церковь, и вижу, сестра одна так много трудится. Вот, и жесты для глухонемых там вот переводят и в детском служении, и там, и там. Я думаю, вот, да, я подошел к ней и говорю, поехали в Ярославль? Она говорит, поехали. Я говорю, ну ты подумай. Она говорит, а что думать? Она подарила мне фотографию, я уехал. Я так смотрел на нее, на эту фотографию. Мы написали друг другу по два письма. Только по два. Но тогда еще не было мессенджеры. И потом я приехал, мы поженились и уехали. Мы женаты 29 лет и 53 дня. И вы знаете, мне иногда или часто я просыпаюсь раньше, чем она. И мне так нравится, она спит, и мне так нравится смотреть на ее лицо. И я так благодарен Богу, что Бог подарил такую чудесную и замечательную жену. Смотреть на ее лицо. Знаете, когда мы смотрим на лицо, мы ищем отношений. Мы хотим общаться. Мы ищем отношений. И когда мы ищем Божьего лица, мы ищем отношений с Ним. Да. Знаете, когда мы смотрим на, ищем Божьего лица, мы хотим быть похожими, как мы читаем в послании, во втором послании Коринфянам, в третьей главе, в восемнадцатом стихе. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Когда мы ищем Божьего лица, мы теряемся в этой любви, потому что из Его лица исходит величайшая любовь. Как Осия, пророк, сказал, Он влек меня узами любви. Это настолько влечет, я увлечен этой любовью. Смирится народ мой, будет молиться, взыщет лица моего и обратятся от худых путей своих. Кажется, откуда эти худые пути? Ведь я же служу Богу, это же Божий народ. Но интересно, книга пророка Исаии, шестая глава, мы читаем книги пророка Исаии, в шестой главе, Исаия жил благочестивой, хорошей, доброй жизнью до тех пор, пока однажды к нему не пришел Господь. И Библия говорит, в год смерти, это шестая глава книга пророка Исаии, с первого стиха, в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм, вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Савов, и вся земля полна славы Его. И поколебали сверх и врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Интересно, а что Исаия не видел раньше, то, что у него были нечистые уста. Знаете, есть вещи, которые мы не видим до тех пор, пока мы не окажемся в присутствии всемогущего Бога, пока слава Божья не сойдет. Но эти вещи так мешают иногда нам. И мы иногда свыкаемся и говорим, ну я такой. Но знаете, как ценно искать Его лица, потому что ища Его лица, когда приходит слава Божья, Бог указывает, мы видим какие-то вещи, которые мы исповедуем перед Богом. Мы говорим, Господь, прости. Четыре вещи, которые Бог говорит, сделай. Кто, если не я, чтобы сделать это? Кто, если не я, смириться перед Богом? Молиться Ему, ходатайствовать, взыскать Его лица, обратиться от худых путей. Бог говорит, если ты сделаешь эти четыре вещи, я сделаю. Что я сделаю? Я услышу с неба. Я услышу с неба. Знаете, как великолепно, как потрясающе, когда Бог отвечает на твои молитвы. Аминь и еще раз Аминь. В послании Ефесянам, в третьей главе, в двадцатом стихе мы читаем, что Бог может сделать несравненно больше того, чего мы просим или что? О чем помышляем? Мы даже не просили, просто пришла мысль и пришел ответ от Бога. Бог говорит, я услышу с неба. Не переживай, это мое. Я услышу с неба. Ты сделай вот эти четыре. Я услышу с неба. я совершу, я сделаю, я знаю, что тебе нужен дом молитвы, я это сделаю, я тебе дам деньги, я тебе дам здоровье, я сделаю. Следующее, прощу грехи их. Когда ты прощен, когда ты освобожден от чувства вины, твои руки тянутся к небу, твой взор поднимается к небу, ты наполнен радостью, это такое счастье быть прощенным, это такое счастье, когда Бог простил, это такое счастье, это такая благодать Божия, и Бог говорит, я прощу, и последнее, исцелю землю их. Дорогие, как никогда наша земля нуждается в исцелении, как никогда наша земля нуждается в исцелении, и я не думаю, что здесь речь только об огромных урожаях на поле, но здесь исцеление взаимоотношений, мы читаем книгу пророка Малахии, перед днем Господнем, да, придет исцеление, придет восстановление, дети между детьми и родителями, между сыном и отцом, как это ценно, как это дорого, Захария говорит, ту благодати и умиление да придет, чтобы люди от малого до большого рыдали о том, которого они распинали своими грехами, Господь, как мы нуждаемся, чтобы Ты исцелил нашу землю, почему мы здесь, кто, если не я, мы готовы взять эту ответственность, мы готовы стоять в проломе, мы стоим в проломе за эту землю, ходатай это тот, кто стоит между, между Богом и народом, это тот, который отождествляет себя с народом, мы видим одного из величайших ходатай Даниила, и Библия не говорит о том, что у этого человека были какие-то грехи или изъяны, мы читаем пророк Изекииль приводит его одного из величайших праведников, человек, который был премьер-министром при пяти царях, но не было за что обличить этого человека, но когда этот человек молится, встает перед Богом в посте, в молитве, и он говорит такие слова, мы согрешили, Даниил, но ты не согрешил, но он отождествляет себя с этим народом, со своим народом, и он говорит, мы согрешили, мы сделали с преступниками, Господи, как мы нуждаемся в том, чтобы дух благодати и умиления излился на Россию, как мы нуждаемся, чтобы люди оставили свой грех и взыскали тебя Бога живого, знаете, я хотел бы сделать этот призыв, я не буду приглашать сюда, посвяти себя ходатайственной молитве, может быть, год ходатайственной молитвы заканчивается, но так мало еще, столько еще не хватает, мы не видим еще этого величайших потоков Божьих, посвяти, чтобы ходатайствовать за тот город, за то окружение, за тот народ, где ты живешь, Иисус, мы так нуждаемся. Дорогие, давайте мы встанем, давайте мы как пятидесятники так громко будем молиться, может быть, со слезами, с соплями будем предстоять перед Богом за наш народ, давайте будем молиться за те поселки, за те города, где Бог поставил тебя, где Бог поставил тебя, Господи, как я нуждаюсь, чтобы ты излил дух благодати и умиления, возвысь свой голос, подними свои руки к небу, стоя в проломе перед Господа за эту землю, за этот народ, ой, Иисус, ой, Иисус, ой, Иисус, мы смиряемся перед тобой, Господь, мы смиряемся при тобой, мы взываем тебе, Спаситель наш Бог, Иисус, помилуй нашу землю, Господь, помилуй нашу землю, помилуй наш народ, Господь, прости и грехи, Господь, мы согрешили пред тобой, мы отвергли тебя, Господь, мы смеялись над тобой, но мы приходим и просим милости твоей, помилуй наш народ, помилуй нашу страну, Иисус, 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 помилуй наш народ, Иисус, 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 тебя, Господь, благодарю, что небо открыто, что ты Бог слышащий, Бог внимающий, Господь, ты любишь этот народ, ты любишь эту землю, Господи, здесь никогда не было пробуждения, но мы стоим в проломе за этот народ, за эту землю, Господь, пробуди Россию, пробуди Россию, чтобы люди познали тебя, чтобы люди оставили идолов своих смирились перед тобой, взывали к тебе, Богу живому, Богу святому, Господь совершил Иисус, Иисус, Аминь, и плавля, и плавля, и плавля, и плавля, Иисус, Аллилуйя, господи ты сказал своем слове что если смириться народ мы будут молиться и взыщут лица моего обратятся от дел своих ты услышишь схема ты простишь грехи ты слишь землю господи мы смиряемся при того и мы взываем к тебе а нашей земле господь о нашем народе господи мы взываем пусть дух благодать и умиления придет на этот народ на наш народ господь да придет господь исцеление тебя божь божь ой сус я прошу благослови каждого чтобы мы были сосудами у твоих руках теме через которых ты господь могущественно бы действовал божь сус аллилуйя 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 я благодарю тебя иисус я прославляю тебе иисус господь мы так нуждаемся боже мы берем эту ответственность мы становимся в проломе мы становимся между тобой господь этим народом чтобы не пришло поражение чтобы не пришло проклятие мы говорим господь помилуй мы согрешили мы отвергли тебя но мы просим милости твоей господь мы говорим помилуй россию помилуй наш народ господь помилуй божий помилуй иисус мы смиряемся перед тобой отец мы так нуждаемся в тебе благодарим тебя господь наш мы благодарим тебя что ты бог отвечающий мы благодарим тебя что ты бог который любишь миловать ты бог богатый милостью благодарим благодарим тебя царь царей господь господствующий прими славу прими честь господь и мы так благодарны тебе что ты и зальешь свой дождь поздний дождь на нашу землю и наши глаза не глаза чужого но наши глаза увидят миллионы спасенные миллионы спасенных и поклоняющиеся тебе богу живому аллилуйя аллилуйя благодарю тебя иисус благодарю тебя что ты бог отвечающий благодарю прими честь прими славу прими величие и поклонение господь благодарим тебя отец и во имя иисуса мы молимся и весь народ сказал аллилуйя 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 слава иисусу христу аллилуйя аллилуйя